МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. В этом выпуске. Ловись рыбка. Быть ли форелевой ферме в Первомайском районе? Уходим. Закроют ли известную торговую сеть в Барнауле? Маленькая большая победа. Ульяна Подпальная вернулась с наградой с международных соревнований. Остаться на улице рискует пенсионерка из Калманского района. Дом, в котором Наталья Сухарь прожила более 40 лет, в один момент превратился в пепелище. Причина пожара – взрыв бытового газа, который произошел за стенкой у соседки Натальи. Хлопок был такой силы, что в доме рухнули плиты и выбило стекла. Счастью, обошлось без жертв, но пенсионерка лишилась всего имущества. Сгорела даже вся одежда. Сегодня в соцсетях начался сбор помощи неравнодушных людей. Просят поделиться теплой одеждой, предметами первой необходимости. Размер одежды женщины 52-54, обуви 40-41. Номер счета, на который можно перечислять деньги, вы сейчас видите на своих экранах. Ну а в Первомайском районе продолжается спор по поводу существования форелевой фермы. Директор утверждает, что не намерен открывать ни химзавода, ни угольного разреза. Напомним, местные жители в Штыки приняли такую бизнес-инициативу в их поселке. Об этой истории мы уже рассказывали недавно. Люди уверены, что предприниматель будет брать воду из местной реки и в нее же сливать отстойник. Бизнесмен с этим не согласен. Поэтому он пригласил нашу съемочную группу на подобное рыбное производство. Но в Барнауле. Смотрим. Стамята за секунды съедают корм. Организмы юные вывелись весной. Через год их продадут живым весом. Это особенность бизнеса Рутюна Витясяна. 200 самов разводят с замкнутым циклом. Вода берется с чана, насосовым зеленым шлангом, качается. Обратно вода через бассейн, где плавает рыба. Поступает на фильтр. Это УЗВ. Установка замкнутого водоснабжения. Единственный способ разводить рыб вне водоема. Его предприниматель и предложил в Первомайском районе. На участке у реки в селе Покровка. Даже начал стройку. Один объект ему сожгли, другой разбили. Люди боятся, что близость к реке неспроста. Из нее будут брать воду и в нее же сливать отходы. Вот, собственно, то, из-за чего люди против форелевой фермы под боком. Остатки корма, рыбные фекалии. Естественный мусор выбрасывают в мусорку. В день набирается максимум полтора-два таких ведра. Бизнесмен говорит, что несколько раз объяснял жителям всю технологию. Понимания пока нет. Но подсчеты таковы. Больший участок выведет бизнес Арутюна на продажу 2-3 тонн форели в год, чтобы через несколько лет выйти в плюс. И хотя осетр стоит больше тысячи, а форель 600 рублей за кило, продавать форель выгоднее. Растет она быстрее, спрос больше. И вырос он уже сейчас, говорит бизнесмен. Все это ситуация. Делал хорошую рекламу даже для нас. Многие сейчас про нас знают и увеличат звонки. Я огромное большое спасибо жителям деревни. Я тоже еще раз хочу успокоить их, что мы там ни ядерного реактора, ни химзавода, ни угольный разрез там не открываем. Я реку трогать категорически не буду. Сейчас на Алтае разводят форель единицы. Когда вырастет дело Арутюна-Виттисяна, неясно, возможно, все будет зависеть от настроения первомайских жителей. Пока они бизнес не понимают и не одобряют. Сотрудники Ашана в неофициальной беседе сообщили нам, что торговая сеть в Барнауле действительно прекращает свою работу. Сама компания хранит молчание. Поговорить по телефону с сотрудниками главного офиса пока невозможно. На официальное письмо ответа тоже все еще нет. Но продавцы магазина сказали нам вот что. Я вас правда не знаю, что это жестко. Да, они нам не сказали, но есть массовое шевеление. Спасибо за то, что вы приятны. Спасибо. Пользуйтесь последним делом. Напомню, что неделю назад в интернете появились сообщения о том, что оба филиала Ашана покидают Барнаул. До сих пор официальных заявлений от ритейлера по этому поводу не поступало. За последние годы Краевую столицу покинуло несколько крупных торговых сетей. Почему это происходит, мы попытаемся сегодня проанализировать в вечернем эфире. Накануне нового учебного года учителям придумали правила поведения в социальных сетях. Документ, точнее письмо с рекомендациями, разработали совместно специалисты Минпросвещения России и Общероссийского профсоюза образования. Конкретных указаний, что могут учителя размещать в сети, а что нет в этом письме, правда нет, в общих чертах рекомендуется не размещать интернет-информацию, способную нанести вред здоровью и развитию детей. Ну, например, пропагандировать насилие, неуважение к родителям, нетрадиционные сексуальные отношения и порнографию. Казалось бы, все это уже мы знаем. Разработчики признали, что причина появления этого письма – скандалы, которыми запомнился прошлый учебный год. Прославился и Барнаул, напомним, учительница Наталья Кувшинникова, подверглась преследованием за то, что разместила в соцсетях свою фотографию в купальнике. Отметим, новый документ фотографий в купальниках не запрещает, но и прямо не разрешает, ограничиваясь самыми общими рекомендациями. Мы решили спросить у барнаульцев, как они считают, должны ли учителя ограничивать себя в том, что размещать в социальных сетях. Я считаю, все мы люди, у всех своя личная жизнь есть. Она же не в школу в купальнике пришла, правильно. Это ее личная страничка, ее личная жизнь, ну это мое мнение. Я думаю, педагоги, учителя такие же люди, они могут вести страницы в соцсетях, иметь какую-то личную жизнь, право на личную жизнь отдыхать. Но они должны всегда помнить, что за каждый какой-то неоднозначный пост, неоднозначное высказание или какую-то резонансную фотографию с них будет двойной, то и тройной спрос. Они живые люди, но я считаю, что такую комплиментирующую и бездранственную информацию какую-то они не должны выкладывать, потому что, ну все-таки, они пример для молодого поколения. Я сама преподаватель, вот, ну как бы я на странице, в моей странице как бы не читают мои ученики, и как бы есть специально там закрытые страницы, там же можно закрывать. Священники же тоже ведут свои собственные сети там, свои страницы, тоже некоторые там усказываются и так далее. И блоги ведут священники. Наверное, надо проще к этому относиться как-то. Да, молодым, как и учителям, и всем остальным, как говорят, дорога, но не только не к новоселью. По программе «Молодая семья» многим годами не удается получить социальную выплату для покупки жилья или оплаты ипотеки. В прошлом году мы уже снимали сюжет на эту тему, и тогда власти обратили внимание на проблему, и даже выдали молодым семьям значительно больше сертификатов, чем планировалось. Но вот теперь участники боятся, что вновь останутся ни с чем. Слово Андрею Дрееру. В очереди уже семь лет. Татьяна с мужем подала заявление на получение социальной выплаты для погашения ипотеки еще в 2012 году. Таких семей в Барнауле больше пяти тысяч. Они объединяются и просят помощи буквально везде, чтобы наконец получить заветный сертификат. Мы как-то встречаемся, анализируем ситуацию, обращения пишем там и в федерацию, и в краевые бюджеты, и в городские, на слушания городские ходим. В этом году у нас мы обратились на прямую линию к Владимиру Владимировичу Путину. За последние пять лет в нашем крае и в нашем городе выдают по 40-45 сертификатов в год. В этом году на город Барнаул выделено 26 сертификатов. Финансирование сократилось за последние пять лет в 15 раз. В эфир не пробились, но получили ответ письменно. Финансируют сколько могут, бюджет края уже не в силах помочь. А в федеральном центре сами решают, каким регионам сколько дать. Хотя если в прошлом году осчастливили 26 семей, то в этом выдали сразу 120 сертификатов. Поэтому, например, эта семья быстрее продвинулась в списке. В 2018 году нам присвоили очередь. В 241 году мы были. В 2018 году было выдано малое количество сертификатов. И то есть получается, что мы никуда не попали. То есть даже не в сотню. Сейчас мы по очереди 134. Ну, пытаемся, ждем. Лариса, муж и четверо детей живут на 12 квадратных метрах. Они уже несколько лет ждут жилищный сертификат, чтобы купить, наконец, хороший дом. И это при том, что им в каком-то смысле проще, многодетные в приоритете. А вот семья Татьяны в разряд многодетных не попадает. И поэтому остается просто ждать. Два года. Ведь программа рассчитана на участников не старше 35 лет. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Ну, а в этой истории победы, вопреки, Ульяна Подпальна из Барнаула завоевала бронзу в парном разряде на чемпионате мира по пара-бадминтону. Дочь известных алтайских инво-спортсменов Тамары и Андрея Подпальных достойно выступила в швейцарском городе Базель. Чемпионат проходил с 19 по 25 августа. Помимо Ульяны, сборную России также представляли 16 спортсменов. В паре с другой спортсменкой Ириной Борисовой Ульяна Подпальная принесли в копилку команды единственную медаль. Кстати, для девушки это не первая крупная победа. Несмотря на юный возраст, Ульяна уже становилась чемпионом и призером паралимпийских игр. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Эвалар». Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. Подписывайтесь. До встречи в вечернем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова